Приветствую вас и давайте мы сначала скажем так. Вот вы прожили какую-то жизнь, вы как-то жили, у вас были какие-то открытия, какие-то успехи, конечно же. Без успехов не обошлось, я более чем в этом уверен. Вот. И внезапно вы для себя поняли, что вот так как вы жили до этого, так как вы жили раньше, так больше жить нельзя. То есть вы поняли, что движетесь вы по сути в никуда. И, ага, значит, что вам нужно делать для того, чтобы ситуацию поменять? Для этого нужно в первую очередь изменить себя. Себя самого вам требуется поменяться. Что-то в вашем поведении было такого. Что-то в вашем поведении было неправильно. Что-то в вашем поведении привело к тому, что вы оказались на ненавистной работе. Что-то в вашем поведении привело к тому, что вы не имеете личной жизни. И вообще у вас нет ничего того, чего вы хотели. Знаете, с людьми отношения нужно строить, для этого нужно разделять их интересы. С людьми нужно отношения устраивать, для этого нужно иметь с ними что-то общее. А для этого всего нужна работа над собой. И что немало важно, я бы даже сказал, что очень важно, это понимание основных причин, по которым вы оказались в этой вот самой ситуации. То есть, что вас привело в нее? Какие события, какие ваши установки, какие условия? Вы определили, ну или лучше сказать даже не определили, пусть обозначили. Вы обозначили то, чего вы хотите. Хотите вы друзей, личной жизни, чтобы у вас было общение, как я понял, чтобы вы чувствовали себя нужным и так далее. Хорошо. Это вы обозначили. Теперь давайте подумаем. Вот вы хотите, желание есть. Отлично. Если есть желание, то не побоюсь сказать этого слова, что полдела сделано. Теперь осталось дело за мало. Что именно? Теперь осталось понять, какие у вас есть средства для осуществления ваших желаний. То есть, какие у вас есть возможности для того, чтобы осуществить свои стремления. Проанализируйте, что вы можете. Проанализируйте, какие у вас есть возможности для того, чтобы решить вашу проблему. Подумайте, это мне не кажется чем-то очень сложным на самом деле. И тогда вам будет уже проще. Вам будет проще, потому что вы будете более четко представлять себе, куда вам нужно идти и что вам нужно делать для того, чтобы решить ваши проблемы. То есть, вначале мы разбираем с вами причины, причины, по которым все вот это вот произошло. Потом думаем, как лучше скорректировать ваше поведение, чтобы вы достигли того, что вам нужно. Вот, в принципе, и все, что можно было бы вам сказать. Потому что вопрос у вас очень общий. И я думаю, что поработать вы будете, ну, как бы с тем экспертом, который вы выберете. Уже не знаю, по какому критерию вы будете его выбирать, но тем не менее, надеюсь, что вы выберете его правильно. Вот. То есть, это не решается вот так вот, знаете, сразу. То есть, да, вы понимаете, да, я надеюсь, у вас серьезная проблема. И серьезная проблема вот так вот сразу, ну, серьезная проблема сразу решить не возьмут. К сожалению, вот так вот, одним махом, но можно решить через работу, через терапию, через понимание причины, через борьбу с комплексами вашими, через понимание ваших желаний, которые вы, скорее всего, имеете, но которые неправильно удовлетворяете. Главное, как вам правильно сказал мой коллега, главное, это стремиться. Главное, это хотеть, хотеть решить проблему. А там уже, думаю, лишь вопросов времени и средств, получится у вас это или нет. Вообще, одна страна, что получится, просто не сразу. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам сказать. Надеюсь, что я помог вам, надеюсь, что вы увидели в моем ответственности то, что вам будет полезно. Я надеюсь, что вы увидели в моем ответственности что-то постоянное для себя. И, в заключении, мне хочется рассказать вам такую вещь еще, что одиночество само по себе – это неплохо. И в нем тоже нужно уметь находиться. Одиночество само по себе, оно ведь помогает человеку понять, кто он такой, куда он идет, куда стремится. И одиночество не нужно рассматривать как такое состояние, от которого вы хотели бы избавиться. Но одиночество нужно рассматривать как средство для достижения ваших целей. Цели у вас понятные, но вы, наверное, боитесь одиночества. Для начала нужно научиться быть наедине с собой, чтобы одиночество не сяготило вас, чтобы одиночество не напрягало вас, чтобы одиночество не было тем, от чего вы стремитесь убежать. Ну хорошо, скажете вы. Пусть так. То есть, пусть все так, как я сказал. Ну тогда, можете спросить вы. Если все так, зачем же мне люди, если я научусь быть без них? Ответ на ваш вопрос такой. Человек, любой человек, всегда сам он в среду. То есть, вы, вступая в отношения с человеком, в идеальном, правильном случае, вы воспринимаете его как ценность в себе и стараетесь делать что-то для него. А в вашем случае, если вы будете бояться одиночества, в вашем случае, очень велик риск того, что человека вы будете воспринимать как средство для удовлетворения своих целей. А это ничем хорошим никогда не заканчивается. К большому сожалению. Вот именно поэтому одиночество вам нужно принять как, ну, не самое, может быть, лучшее состояние человека, но, по крайней мере, и не самое плохое. Только так можно обрезки самостоятельность, условно говоря. А через самостоятельность вы обретете необходимые средства как раз для достижения своих целей. Чтобы люди, с которыми вы встречались бы, с которыми вы строили отношения бы, чувствовали себя ценностью рядом с вами, а не средством. Это очень важно, потому что, ну, мало кому понравится чувствовать, что он эстеревую использует для каких-то своих, там, целей. Ну, я надеюсь, вы с этим согласитесь и спорить со мной в этом не будете. Потому что, ну, в принципе, здесь, мне кажется, все понятно и так. Вот, в принципе, все, что мне хотелось вам сказать, в принципе. Я надеюсь, теперь вы только выберете эксперта для того, чтобы проработать с ним ваши проблемы, для того, чтобы двигаться в направлении решения своих задач, своих проблем, и тогда у вас все получится. Я, со своей стороны, желаю вам всего доброго. Я надеюсь, что помог вам. Я искренне хотел бы, чтобы вы наладили свою жизнь. Я хотел бы, чтобы у вас все получилось. Но для этого нужно работать. И мне бы не хотелось вводить вас в заблуждение относительно того, что это произойдет быстро и что это будет легко. Нет, к сожалению, это не будет легко. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!